Небольшая пауза в стремительном ралли. Весь январь рубль теряет позиции, зато доллары и евро на высоте. Пока ажиотажа в пермских обменных пунктах не наблюдается. Но интерес к иностранной валюте явно возрос, отмечают в банках. Объемы покупок они увеличились, потому что действительно курсы изменились существенно. Кто-то успел раньше купить, кто-то отреагировал на это изменение. Какие-либо спекулятивные настроения на текущий момент достаточно сложно прогнозировать, потому что курс между покупкой и продажей, как правило, достаточно разнится. И выиграть сейчас на этом, купив сегодня, продав завтра, условно, достаточно сложно. Цены на нефть и газ не так высоки, как хотелось бы, а наполнять госказну надо. В этом финансисты видят причину снижения курса рубля. Возможно, это поможет оживить национальную экономику. Дорожающий импорт на руку отечественным производителям. Ничего хорошего не сулит дешевый рубль потребителям. Ведь в стороне от роста цен не останутся и местные товары. Одним из минусов и недостатков девальвации является то, что она стимулирует инфляцию. Она будет, опять же, способствовать росту цен и обесцениванию, получается, накоплений граждан. И, соответственно, теперь покупательная способность рубля будет также сокращаться. Когда остановится падение рубля, никто не знает. Российские финансовые власти пока не предпринимают меры так называемой антиинфляционной политики. Выход подсказывают простые пермики. Отечественно надо продвигать, продвигать, чтобы жить нашим сырьем, нашими товарами. Почему мы все импортим, импорт везде кругом. Я считаю, что правильно только нас нужно повышать производство. Покупать ли валюту? Смысл в этом есть, говорят эксперты, если хранить накопление не менее полугода. Андрей Сидорчуков, Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.